Мендвит Кунта Вермют, Мендвит Кунтау Ланзалат Нэрхалим Гуд. Вы находитесь на канале ЗАНОнлайн. Как вы знаете, в сентябре месяце пройдут выборы в главы республики Калмыкия, и мы решили узнать у жителей республики, кто же, по их мнению, больше всего подходит на эту должность. Поехали! Мендвит, представьтесь. Тимур Санглаев, простой житель республики. Чем вы занимаетесь? Я художник. Все отлично. Вы знаете, что в сентябре пройдут выборы. Вот кого бы вы видели или предложили на эту должность? Кого бы он предложил? То есть, если существующих андитотов, я пока просто еще не вижу. Очень тяжело, смутно все, непонятно. Много правды, неправды, грязи, лести, льется. Тяжело очень понять и следить за действиями кандидатов на самом деле. Надежда есть, что следующий глава все-таки сделает жизнь лучше. Все, больше пока ничего сказать не могу. Меня зовут Владимир, учусь в МИД-колледже, подрабатываю в Бургер-бро. Отлично. И, собственно, второй вопрос. Ты знаешь, да, что в сентябре пройдут выборы главы республики Калмыкии? Ты уже имеешь такую возможность, очень крутую гражданскую возможность, имеешь право делать свой выбор. Правильно? Да. И вот у тебя есть такая возможность, супер крутая, представить своего кандидата. Кто бы это был? Бату Хасиков. Бату Хасиков. Почему Бату? Вот просто единственное, почему ты пойдешь голосовать за Бату? Ну, он справляется с своими обязанностями. Ну, из действующих, я думаю, Бату Хасиков. Пару комментариев, почему именно он? Ну, во-первых, у него уже, как бы, такой успешный, есть опыт в управлении, как бы, он показал уже себя за действиями в Рио. Вот. И он, во-вторых, еще известный во всем мире человек. Я думаю, то, что он может раскрутить республику в сфере туризма и привлечь сюда каких-то инвесторов и интересных людей. В общем, так. Расшатать чуть-чуть, Калмыкия. Раскачать ее. Меня зовут Сергей. И чем занимаетесь? Должность? Кого? Чего? Команды КВН, город Снов, Листа, Республика Калмыки, участники высшей лиги. Отлично. Ну, и самый важный вопрос, наверное, вы знаете, что в сентябре пройдут выборы. И если бы у вас была такая возможность, и вы могли бы поставить своего кандидата, кто бы это был? Своего кандидата? Угу. Честно, не знаю. Есть ли такой человек в политике, где-то еще, который вам импонирует, который, ну, не знаю, которым вы уверены, что будущее твоего ребенка, недавно дети родились, да? Что будущее твоего ребенка в надежных руках, что тебе не надо будет ехать в Москву, а еще лучше, там, какой-нибудь, там, не знаю, Китай, или, там, Индию, или еще куда-нибудь, там, Европу, чтобы жить хорошо. Ну, в чем-то или в ком-то нельзя быть 100% уверенным. Ну, я надеюсь, что человек, который станет главным руля, он будет принесет свои обязательства, и наша республика будет процветать. Поэтому какого-то конкретного человека я не могу назвать прямо сейчас вам. А пойдешь на выборы? Голосовать, конечно, буду. Точно пойдешь? Конечно, потому что от нас, от жителей республики, зависит будущее вообще, кто будет главным и кто будет у руля и поднимет республику, как говорится, на новые уровни. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Любовь. А где вы работаете? В декретном отпуске. Отлично. Самый тогда классный вопрос. Вот в сентябре пройдут выборы. Вы пойдете на них? Обязательно. Обязательно. Тогда дайте мне ответ. Вот если у вас будет возможность представить своего кандидата, кто это будет? Муж. Кто бы это был? Муж? Муж? Конечно. Лучше кандидатуры нет. Отлично. А если честно, без шутки, кроме шуток? На главу? Да, конечно. Ну, естественно, кто сейчас? А кто сейчас? Бату Хасикас. Но он не глава. Он временно исполняющий обязанности главы. Ну, было бы здорово, если бы он был постоянным главой. Тогда назовите причины, почему? Молодой, целеустремленный, хочет поднять нашу Калмыкию с колен, чтобы все было хорошо. Вот так. Отлично. Большое спасибо. Удачи вам. Мендит? Мендит. Как зовут? Дорджик. Дорджик. А сколько тебе лет? 18. 18? Да. Ага. Ты уже, получается, имеешь полное право в этих выборах в 19-м году, в сентябре, поучаствовать. Ну да. Вот это твои будут первые выборы. За кого ты пойдешь голосовать? Не знаю. Ты еще не знаешь? Даже не представляешь? Даже не представляю. А жить будешь в Калмыкии или свалишь? Не знаю, как обстоятельства сложится. А хотелось бы? Вот где бы хотелось бы? Ну, не знаю. Даже, честно. Но все равно родина, это есть родина. По-любому. Ну, но не задействующую главу, да? Скорее всего, нет. Отлично. Большое спасибо. Все, один вопрос надо было ответить. Редактор субтитров А.Семкин